МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! А самое важное прямо сейчас в программе Вовремя в студии Станислав Стоянов. Смотрите выпуски. На границе зажгли зеленый свет для долгожданного груза из России, где в Приднестровье построят современные детские сады и поликлиники, о состоянии дел на предприятиях после возвращения их в государственную собственность. Дружба без границ. Приднестровская делегация побывала в гостях у братьев-славян. И какой премьерой Государственный театр имени Оренецкой завершил театральный сезон? 21 июня в подмосковном городе Ступино представители автономной некоммерческой организации Евразийская интеграция передали делегации Приднестровья 4 ренемобиля. Сегодня автомобили прибыли в нашу республику. Длинный путь машины проделали на автовозе, поэтому к работе они приступят в абсолютно новом состоянии. Первая партия автомобилей включает три машины скорой помощи и один ненатальный ренемобиль для перевозки совсем маленьких пациентов. На таможенном посту в Первомайске в максимально короткие сроки выдали необходимые для движения по территории республики документы, после чего колонну сопроводили в Тирасполь. Вышли машины в субботу из Москвы, с завода. Двигались они на автовозе, чтобы не использовать ресурс машин на перегоне. Сегодня утром в 9 часов они прошли уездную таможню в Первомайском. И сейчас находятся в Тирасполь, растамаживаются и готовятся к передаче завтра в 17 часов на территории ЦРБ. Новые автомобили скорой помощи заступят на дежурство в лечебное учреждение республики уже в ближайшие дни. А уже осенью, предположительно в сентябре, в Приднестровье поступит вторая партия ренемобилей. Их также будет четыре. Сегодня идет согласование комплектации и модификации этих автомобилей. После чего завод приступит к их сборке. В Рыбнице намерены сделать ремонт в Центральной поликлинике и закупить новое современное медоборудование, которого раньше в городе не было. Речь идет о рентгенологическом оборудовании, речь идет о современном лабораторном оборудовании. Речь идет об оборудовании, которое необходимо для верификации различного рода патологии, которого в принципе в наличии в Рыбнице на сегодняшний день практически нет. Стоимость проекта составляет 5 миллионов долларов. Финансирование будет осуществляться за счет средств российских инвесторов. Планируется, что модернизация поликлиники в Рыбнице будет завершена к концу текущего года. Об этом говорили ответственные лица на совещании у президента. К 2014 году в Рыбнице должен появиться и новый детский сад. Это станет возможным благодаря все той же российской некоммерческой организации «Евразийская интеграция». Детский сад номер 6 рассчитан на 115 мест. Он один из немногих в городе, в котором есть ясельная группа. Был введен в эксплуатацию в далеком 64-м году. И на сегодняшний день здание детсада как минимум нуждается в серьезном ремонте. Все коммуникации, соответственно, все оборудование, которое было установлено в этом садике, уже пришло в физическую негодность. Износ очень высокий. Замощение вокруг садика уже тоже требует ремонта. Здание решили не ремонтировать, а снести. И на его месте построить новый современный детский сад. Генеральным подрядчиком проекта выступила российская некоммерческая организация «Евразийская интеграция». Эту новость персонал дошкольного учреждения и, самое главное, родители восприняли с радостью. Проблем не было. Мы перевели детей в пять дошкольных учреждений. Это было поэтапно и, так сказать, всей группой. И всем родителям, которым не подошел тот или иной микрорайон, всем были предложены другие учреждения. И на сегодняшний момент все дети распределены по дошкольным учреждениям. Планируется, что новое здание детсада сможет вместить гораздо больше малышей. Предварительные расчеты до 150 мест. Следующий год для детского сада номер 6 станет юбилейным. Ему исполнится 50 лет. Абсолютно новое здание с современной планировкой и всем необходимым оборудованием станет настоящим подарком для юных рыбничан. Андрей Малеванный, Станислав Стоянов, Первый Приднестровский телеканал. Тираспольская школа номер 13 снова в центре внимания столичных властей. Вопросы о ее дальнейшем функционировании обсуждали сегодня на совещании у главы госадминистрации. Рассказывает Ирина Мишина. Уже решено, школа будет расформирована. Причина – низкая успеваемость школьников и неаттестация учебного учреждения. Теперь дети будут посещать школу номер 11, а педагогический коллектив преподавать в других учебных заведениях. Директор 13-й школы с такой постановкой вопроса не согласилась. Она решила не подписывать заявление учителей об увольнении, заявив, что школа будет работать. В школе идет своего рода такой саботаж со стороны директора и того, кто исполнял на сегодняшний день обязанности. Они писали заявление, у меня они писали заявление с тем, чтобы передать. Одно заявление передавало в школу, куда мы их направляем, другое должны были принести в школу. В школу заявление принесли, но, как я, насколько мне известно, на сегодняшний день ни одного приказа нет. И сдать приказ, кроме того, представляется возможным, но печати нет. Директор ушла на больничный, печать забрала с собой. К вопросу самоуправства администрации 13-й школы воно еще вернуться. Пока же власти думают, как и куда устроить на учебу детей, многие из которых трудные подростки. Сложные дети, попадая в такой же коллектив, они же не прогрессивны. Они еще усложняются. По мнению главы города, в других школах таким ребятам будет комфортнее, и они смогут подтянуться в учебе. Ирина Мишина, Тимофей Чекан, Первый Приднестровский. Каменский консервный завод вышел на самые высокие за последние 20 лет объемы производства. А Рыбинский хлебокомбинат выпуск своей продукции увеличил в три раза. Такие результаты на предприятиях были достигнуты после возвращения их в государственную собственность. Ситуацию на производствах изучили представители Минэкономразвития. Год назад, когда принималось решение о возврате Каменского консервного завода в госсобственность, предприятие простаивало. А сейчас цеха работают на полную мощность. С начала сезона здесь выпустили почти 4 миллиона банок зеленого горошка. Так много работы на заводе не было ни в 90-е, ни в 2000-е годы. Была, но она наполовину меньше. И зарплата меньше, конечно. И всю дню сидели дома, не было работы, потому что ничего не закатали. А в этом году мы уже приближаемся к 4 миллионам горошка. Так что большая разница. Вернули нам ночные смены, отпуск вернули. Нас все устраивает. По сравнению с прошлым годом у нас сейчас вообще все прекрасно. В прошлом году не такой урожай был, но сейчас все хорошо. Кабачки будут, помидоры будут, еще работы вот так. Так что мы не обижаемся, пока работа есть. На 120 гектарах земли, принадлежащих заводу, восстановлено орошение. Это позволило получить хороший урожай. Кроме того, договоры на поставку свежей продукции заключены со многими землепользователями. То есть, благодаря заводу работой обеспечены и другие предприятия района. Рынки сбыта есть. Увеличены рабочие места на 170 человек. Производство идет. Работа ведется, огромная работа. Конечно, это не может не радовать. Очень хорошее впечатление. А это рыбницкий хлебокомбинат, также возвращенный в госсобственность. В прошлом году предприятие выпускало минимальные партии хлебобулочных изделий. Теперь обеспечивает продукции госучреждения четырех районов. Чтобы хлеб был доступным по цене, комбинат развивает и другие, более рентабельные направления. Например, в несколько раз увеличили производство кваса и кондитерских изделий. То, что было год назад, и сейчас две большие разницы. Учитывая, что хлебобулочных изделий, если, допустим, в мае прошлого года делалось 32-28 тонн, то сейчас это где-то 100-110 тонн. Государственные предприятия все еще сталкиваются со значительными сложностями, отметила во время поездки в Каменку и Рыбницу заместитель председателя правительства. Тем не менее, Майя Парнас говорит, что в целом довольна результатами работы, проведенной на предприятиях за год, то есть за тот период, когда они вернулись в собственность государства. Степан Бугаев, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский. В условиях исполнения бюджета 2013 года в Слободзейском районе уже приступили к реализации целевых программ развития. Среди приоритетных направлений – ремонт объектов социальной сферы и дорожного покрытия. Об этом в репортаже Марии Пантазии. Ремонтные работы ведутся в четырех детских садах. Два из них находятся в селе Чобручье, и два в Слободзее. Основное внимание уделяется бытовому и техническому благоустройству. В детском саду Албинутса сейчас работает 11 групп, но один блок здания был закрыт 17 лет, требовался капитальный ремонт. Сейчас планируют открыть еще три группы. Проектная мощность этого сада 320 человек, и это снимет полностью очередность в городе Слободзее. Садик русско-молдавский, и здесь у нас основной сад, где работают и группы на молдавском языке в Слободзее, и на русском языке. Замена канализационных и водопроводных сетей, сантехники, электрики, окон и дверей. Руководство района держит под особым контролем выполнение запланированных работ. Большое внимание уделяется также программе экологического фонда. На благоустройство государственного парка села Чобручье было выделено 17 тысяч рублей. У нас идет ремонт постамента памятника первому трактору, который здесь работал у нас. Будут небольшие реставрационные работы мостиков вдоль и благоустройство самой территории. Программы капитального ремонта объектов бюджетной сферы жилищного фонда благоустройства района. Работы идут по всем направлениям. Но самая масштабная программа, на нее выделено 14 миллионов рублей, связана с дорожным фондом. Задача поставлена максимально все-таки переходить на твердое покрытие. То есть для того, чтобы, может быть, чуть меньше сделать, но зато сделать лучше и на дольше. То есть переходить к асфальтированию дорог. На данный момент часть объектов уже отремонтирована. В госадминистрации заверили, что все запланированное будет выполнено в срок. Мария Пантази, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский телеканал. Дружба, у которой нет границ и национальной составляющей. В 44-й раз на стыке трех славянских государств – России, Белоруссии и Украины – прошел Международный молодежный фестиваль. Приднестровская делегация провела четыре незабываемых дня в палаточном лагере фестиваля. Вместе с ними была и наша съемочная группа. Месяцы ожиданий, недели сборов и подготовки. Почти сутки в пути. И вот она, конечная точка – лагерь дружбы. Больше тысячи молодых людей приехали сюда, чтобы доказать – у дружбы действительно нет границ ни географических, ни политических. Для Приднестровья эта поездка юбилейная. И пусть наша республика не признана, здесь нас признали давно. К нашей делегации относятся как к официальной делегации. Все-таки мы здесь, можно сказать, четвертое дополнение этих трех мощных, сильных государств. Очень дружеские и положительные отношения к нам. А для нас самих это одна из арен, можно сказать, и творческих, и спортивных, где мы можем себя реализовать, как Приднестровская, Молдавская республика. Ребята неравнодушные, активные, которые абсолютно на равных себя чувствуют на нашем фестивале. И мы уже без Приднестровья не воспринимаем этот фестиваль. Четырехдневная программа более чем насыщенная. Около 40 мероприятий спортивных и творческих для детей и взрослых. Футбол, волейбол, конкурс красоты, интеллектуальные игры, круглые столы КВН и даже фаер-шоу. Удивить чем-то делегации в традиционном фестивале трудно. Но принимающая сторона, а в этом году это Украина, постаралась привнести и свою национальную изюминку. Пытались передать национальный колорит и поддержать именно то, что, как Юля сказала, что Украина поддерживает. И мы любим свою страну и хотели показать ее с лучшей стороны. Приднестровская делегация сделала упор на спортивную составляющую фестиваля. Подготовленные спортсмены, рвение к победе, хорошие болельщики и желание доказать, что Приднестровье не просто точка на карте мира. Как итог, призовые места в волейболе, перетягивании каната и футболе. Правда, сами спортсмены признаются, и эти результаты должны и будут еще лучше. В прошлом году мы выиграли этот турнир, писали первое место. А как известно, что тяжелее его держать, чем его занять. Ну и нам чуть не повезло. И хозяйка Украины привезли сильных игроков. А так, в принципе, второе место тоже неплохо. Колонны из представителей трех делегаций выдвигаются к монументу Дружбы. Это самое масштабное и зрелищное действие всего фестиваля. Одновременно открываются границы трех государств. И любой желающий может принять участие в мероприятии Дружбы 2013. Ярмарка, выставки, красочное представление и реконструкция событий тысячелетней давности. Финальное мероприятие собирает до 20 тысяч людей. Организаторы говорят, это лучшее подтверждение того, что славянский народ, несмотря на географические границы, един. Подробнее о том, как прошли четыре дня фестиваля, зрители Первого Приднестровского смогут увидеть в воскресенье в итоговой программе «Вовремя. Точка отчета». Сюзанна Авакян, Александр Бундарь, Первый Приднестровский телеканал. В продолжении выпуска обзор мировых новостей. Крушение на Байконуре российской ракеты-носителя «Протона-М», которая сегодня должна была вывести на орбиту три спутника российской навигационной системы «ГЛОНАСС», может привести к серьезным организационным выводам. Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал предоставить полный список лиц, отвечающих за запуск российской ракеты-носителя. Вице-премьеру Рогозину поручено сформировать правительственную комиссию для установления причин происшествия. «Протон-М» традиционно считается одной из самых надежных российских ракет-носителей. И вместе с производством спутников «ГЛОНАСС» на это потрачено 4 миллиарда 400 миллионов рублей. На Украине разгорается скандал вокруг так называемого «Врадиевского дела». Около тысячи жителей поселка Врадиевка Николаевской области минувшей ночью пошли на штурм местного райотдела милиции. Случилось это после того, как обвиняемые в жестоком избиении и изнасиловании местной жительницы сотрудники правоохранительных органов были отпущены на свободу. И теперь это взято на контроль президентом Украины. Начальники областного и районного отделений милиции уже освобождены от занимаемых должностей. Инициатором сбора подписей за проведение референдума об отделении Гагаузии от Молдовы стал общественный деятель Леонид Добров. Об этом он рассказал в ходе передачи на общественном телевидении. Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что в Национальное собрание Гагаузии переданы 5000 подписей, необходимых для инициирования референдума. При этом молдавские СМИ видят в Гагаузских делах кишиневский след, напоминая о том, что большинство депутатов нынешнего состава Народного собрания контролируется бывшим первым вице-спикером парламента Владимиром Плохотнюком. Руководство Ватиканского института религиозных дел, который выполняет функции расчетно-финансового центра, подало в отставку. Эксперты связывают это с недавним арестом епископа Нунцо Скорана, который стал фигурантом дела об отмывании денег через институт религиозных дел. Скандал вокруг темной финансовой деятельности Ватикана продолжает набирать ход и обещает новые откровения о деятельности церковных католических иерархов. Накопившиеся проблемы в научной сфере, вопросы инновационной деятельности и первый выпуск магистров Инженерно-технического института. Эти темы за круглым столом в Госуниверситете обсуждали студенты и преподаватели, представители министерств и ведущих предприятий республики. Говорят, изобрести вечный двигатель может разве что вечный студент. Потому темы вечности участники круглого стола затрагивать не стали. Обсуждали проблемы насущные, в частности условия работы изобретателей, рационализаторов и других творческих работников. За 20 лет работы нашей службы зарегистрировано 330 патентов на изобретение, 16 на полезные модели, 63 на промышленные образцы. И это только в сфере промышленного дизайна. В Приднестровье десятки талантливых изобретателей. И, как отметили на встрече, отрадно, что в их числе и молодые люди. Приднестровский госуниверситет имени Шевченко будет принимать весь комплекс мер для обеспечения стратегического партнерства с работодателями и бизнесом Приднестровья для развития экономики республики. Для этого осуществляется поэтапная работа, направленная на непосредственное привлечение работодателя в учебный процесс как полноценного участника основных образовательных программ. Поэтому принять участие в круглом столе пригласили представителей Приднестровских предприятий. Ведь именно для них университет готовит специалистов. А с недавнего времени еще и магистров. Информатика, механика, энергетика. Всего три направления и 12 выпускников магистров. С такой ученой степенью стены университета выпускники покидают впервые. Специалист – это уже обобщенное звание. То есть мы выполняем уже определенную программу, которая написана многими годами. А магистрская работа – это уже свои собственные исследования. Она учит нас мыслить, учит думать, принимать свои решения. Важность перехода на уровневую подготовку специалистов участники круглого стола отмечают безоговорочно. Вопрос лишь в том, нуждаются ли предприятия в таких работниках. Ирина Полесик, Александр Левицкий, Первый Приднестровский. Далеко не всегда популярная специальность, значит востребованная. В ПГУ в разгаре приемная кампания. Будущим студентам выбирать профессию в этом году помогают сами преподаватели. Светлана – выпускница Первомайской школы. Приехала поступать на факультет педагогики и психологии. Выбор будущей профессии объясняет просто. Мне очень нравится профессия психолога. Я очень люблю детей и работать с ними в садике, быть рядом с детьми очень нравится. И вообще эта профессия очень хорошая. Воспитатели, детские психологи. Уже более 30 лет факультет педагогики и психологии готовит специалистов в области дошкольного образования. Пять лет назад на факультете была открыта новая специальность – педагог-дефектолог. И на нее рекомендуют обратить внимание. Наши все выпускники востребованы в коллекционные учреждения дошкольного образования Приднестровской Молдавской Республики. Они все распределены. Многие из них уже работают. Осуществляя подготовку именно в учебном процессе, студенты в ходе практики нашли себе места работы, к которым и прикрепились уже заранее. Специальность педагога-дефектолога еще долгое время будет востребована в республике, уверена на факультете. И напоминает, что приемная кампания продлится до 12 июля. Александра Комплеева, Станислав Стоянов, Первый Приднестровский. Художественный руководитель легендарной капеллы Дойна, первая женщина-дирижер хора в Молдове, народная артистка СССР. Год назад из жизни ушла Вероника Гарштя. В память о ней по Дворце Республики прошел концерт. От нас ушел не просто человек, а человек, который всю свою жизнь, по сути дела, всю свою сознательную жизнь отдал вам, зрителям. Творческий коллектив Дойна, которым Вероника Гарштя руководила полвека, является национальным достоянием Молдовы, а сама она – символ молдавского хорового искусства. Я за свои 53 года знаю в стране, в Молдавии, знаю трех великих женщин. Это Тамара Чаван, это Мария Океана Бееша, это действительно реально моя мама. Народная артистка Советского Союза, лауреат Государственной премии Республики Молдова, кавалер Ордена Республики Молдова Вероника Александровна Гарштя. Организатор этого памятного концерта – сын народной артистки, президент Международного фонда культуры и искусства имени Вероники Гарштя. На Приднестровской сцене известные молдавские артисты Ольга Чулаку и Ян Райбург. Концертная программа включила в себя все, что любила при жизни Вероника Гарштя. Это русская народная песня, вечерний звон, романс «Очи черные», молдавские песни, цыганские танцы и многое другое. Талантливый дирижер и незаурядная личность Вероника Гарштя вывела молдавскую хоровую музыку на интернациональный уровень, говорят ее коллеги и друзья. Я знала Веронику Александровну и лично, и знала ее как дирижера, и знала ее как музыканта. Это один из столбов нашей культуры. Она была человек колоссальной энергии. Каждый раз, когда она меня видела, если спешила, она только мне кричала «выше голову!». Вот такая вот вся полная энергия. Человек очень жесткий в своей профессии, ее побаивались. Но, я так думаю, держать такой огромный коллектив в руках, и вот нужно было это качество. Время от времени на экране мелькали кадры в видеохронике, на которых легендарная Вероника Гарштя выступает со своим знаменитым коллективом. По задумке сына, именно такой его мать должна остаться в памяти зрителей. Татьяна Сярова, Алла Чумаченко, Первый Приднестровский телеканал. Артисты драматического театра имени Надежды Аронецкой попрощались со своими зрителями. Закрытие театрального сезона прошло премьерой спектакля «Зовите меня Эва». В числе первых представление увидел и наш корреспондент. Это спектакль по пьесе итальянского драматурга Николая Альда «Любовь до гроба». Всего три персонажа и двухчасовое действие, в течение которого чувства героев постепенно превращаются. Сначала из ненависти в любовь, а затем наоборот. Режиссер специально приехал из Петербурга для постановки этого спектакля. Говорит, с актерами у него образовалась команда единомышленников. Это спектакль о любви. Я все время говорю об этом, о такой большой и сильной, что до ненависти стоит сделать всего лишь шаг один. И каждый из этих героев этот шаг делает сам в этом спектакле и выбирает свой путь некий. Поэтому вообще о высоких чувствах. Анатолий Стрельников добавил, итальянский автор выбрал для своей пьесы комедийный жанр. Но актеры театра вместе с режиссером-постановщиком посмотрели на нее немного другими глазами. В результате перед зрителями развернулась трагикомедия. Для молодежи и для более взрослых людей очень интересно. Мне нравится как и более что-то классическое, так и современное. В нашем театре это, наверное, первая такая постановка первая. Она довольно веселая. Вы понимаете, на встрече с вами я был человеком уравновешенным. Я был счастливым. А за мной все наоборот. Только мы без встречи с вами. Я чувствую, как я ею. На сцене Дмитрий Ахмадеев, Людмила Тульчинская и Юрий Гловацкий. Актеры признались, что репетировали всего лишь месяц. А этого катастрофически мало. Поэтому работать приходилось гораздо больше, чем обычно. Для артистов, для, надеюсь, зрителя, это просто какой-то кладезь вообще мировой драматургии. Пускай даже современной. Но не очень уже современной. Но тем не менее, все это очень современно. Попытались сделать эту достаточно красивую историю, историю любви. Такую странную историю любви. Но попытались сделать это все красиво, весело и задорно. Спектакль «Зовите меня, Эва» еще не раз будет представлен на суд зрителей. По словам режиссера, премьера длится 10 первых представлений. Так что у поклонников театрального искусства будет возможность еще увидеть эту постановку, но уже в новом театральном сезоне. А это не раньше октября. Алла Чемоченко, Юрий Прошичев, Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости уходящего дня с последними событиями. Также можно познакомиться на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде на завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Ветер северо-западный 7-10 метров в секунду. Днем порывистый. Атмосферное давление близко к норме. Темпер дур воздуха ночью по северу республики плюс 13, плюс 15. Днем от плюс 23 до плюс 25. В столице ночью плюс 14, плюс 16. Днем от плюс 24 до плюс 26. Спонсор метеовыпуска – компания «Фокстрот». Внимание! Только в магазине техники «Фокстрот». Беспроцентный кредит на все товары. Переплата по кредиту составит 0%. Расстрочка – это просто. Выбери технику и длительность расстрочки в магазине «Фокстрот» и забирай товар. Магазин техники «Фокстрот». Комфорт и цены – одно удовольствие. Центральная улица города Тирасполя, 25 октября, 98. Телефон 7207. Это была последняя информация выпуска. Всего вам доброго. И до встречи на Первом Приднестровском. Как всегда, вовремя.